Начали! Опустить предохранительность и вести автомат. Год от года условия, правила, состав и количество состязаний меняются, но главная цель напомнить подросткам о славных страницах российской истории остается неизменной. Это традиционные соревнования, проводятся в каждый год у нас. Участвуют дети, вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны. Это было приурочено к 81-й годовщине наступления советских войск под Москвой. До 1990 года в школах преподавали начальную военную подготовку, и автомат мог собрать и разобрать любой старшеклассник. Сейчас молодые люди знакомятся с оружием, в том числе благодаря таким играм. Сам автомат очень круто выглядит, впервые вообще разбираю, собираю. И только результаты хорошие, довольны? Да, абсолютно. В ходе военно-спортивной игры под названием «Освобожденная Подмосковья» молодежь не только проходит различные испытания, но и знакомится с историей. Винтовка Мосина, год. 1891 год. Когда фашисты слышали команду штыки примкнуть, это была страшная команда. Стоит отметить, что активное участие в военно-спортивной игре принимали как парни, так и девушки. Мы разбирали автоматы, собирали, также было снаряжение магазина К-74, перетягивание канатов, проходили через болото. В общем, было круто, нам понравилось. Сами организаторы, инструкторы и преподаватели оборонно-спортивного клуба «Ратник» отмечают, что студенты колледжа Московья имеют неплохую подготовку. С ребятами работают, работают с ними. Не все четко отвечают, но работа ведется, и это радует. Умные глаза у ребят, стараются больше узнать. Я думаю, все у них впереди. А знать войну и прошлую историю надо обязательно. Те, кто лучше всего сумели пройти все испытания, получили памятные медали и дипломы. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.